так ты нам не надо про спальник мы уже рассказывали палатка в моем любимом цвете таком как и чехол спальник у меня тоже этого цвета так вот это у нас вверх это у нас колышки это у нас низ мы давайте постепенно когда будут какие-то плюсы преимущества перед моей старой палатка буду включаться и говорить вам итак первая пол увидите что из какого-то другого материала нежели моя та другая палатка еще одна старая моя платка тоже с другим здесь у нас кажется как бы он тонкий но здесь изнутри он как будто пролит как будто пропитан каким-то тонким слоем никто резины не то чего не знаю это во первых облегчает супер палатку во вторых не дает пропускать воду вы представляете про какой старый пол я рассказывал как будто там вот мешок из-под картошки допить переплетены такими лентами у нас полы старых палатках здесь же совсем другой пол далее что мне порадовало это колышки колышки здесь алюминиевая или какого-то другого металла но прось это какой-то металл это у нас не карбон тут и внутри у нас очень толстая резинка вот смотрите какая то есть наконец-таки додумались новых палатках делать толстые резинки они какие-то блин как от трусов собирается очень легко одной рукой то есть за счет натяжения вот этой толстой резинки смотрите то есть она собирается одной рукой об и последнее колено об видите одной рукой снимаю второй рукой собрал легко это еще один плюс легкость и прочность она выдерживал такие ветры один раз даже улетела покуда я колышки не забил и хоть бы что не ломается металл по-любому этот не сломается так что это еще один плюс в пользу новой палатки следующая нету этих вымораживающих резинок есть такая защелка в которую устанавливается у нас вот так вот об все она тут и есть вот такой вот карман тканевой в которой с легкостью одной рукой не надо ползать ни черта не надо как в старой палатке с легкостью проходит вот так вот наша дуга и защелка вторая щелк все вы видите что палатку можно собрать одной рукой это очень большой плюс экономия времени и долговечность то есть нигде ничего не тянет так резинок никаких нет они не растянутся они станут не менее упругими очень крутое решение а главное экономия времени еще один плюс ну вот так у нас выглядит палатка первый слой собранном виде наискосок у нас таким полукругом открывается закрывается есть множество вот этих застежек в жаркую погоду чтобы открыть спокойно палатка проветривалась такой вот материал дышащий везде все в принципе здесь как у всех ничего особенного нету идем дальше приступаем к верху ну вот накинул я вверх на палатку так примерно выглядит и здесь опять же та же ситуация как и с низом такая вот клеенка а изнутри опять же пролита какой-то тонкой резиной то ли что это хрен его знает но прикольно это облегчает фразы это не такое покрытие как у меня на палатке и дает защиту от дождя потом ссылку оставлю в описании конечно же на нее посмотрите какой процент они дают там по влагоустойчивости этой палатки ну и вот это вот что понравилось мне в этой палатке смотрите какое решение здесь не надо никаких колышках никаких резинок нам по бокам очень просто смотрите защёлки об одной рукой об 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 все палатка готова осталось только подтянуть шлейки как мы хотим вот эти вот как на рюкзаке и в принципе все сколько установка заняла у меня ну буквально пять минут наверное так что ссылку на палатку оставлю в описании если будут какие-то вопросы пишите обязательно отвечу все грузим туда вещи собираемся кормимся ловим приехал короче расставился поставил палатку сделал первый заброс и победитель по жизни